Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы и пытаемся их решить. Сегодня мы поговорим о многих проблемах, о глобальных таких, не мелких, глобальных, серьезных проблемах. Сегодня у нас в студии Юрий Николаевич Федотов, депутат городского совета, эксперт и человек, который постоянно занимается проблемами. Вот этими самыми проблемами, которые интересуют жителей города Омска. И давайте посмотрим. Первый материал – это Рябиновка, куда выезжала и комиссия Общенародного фронта, Общенародного российского фронта. И наша программа уже об этом много раз рассказывала. Давайте посмотрим материал и начнем обсуждение. Вот одна шахта идет, это газоход с котлом. Ну, они вроде как сказали, что они неправильно установили каналы, вот эти шахты вентиляционные. Плесень на стенах, сырость в комнатах. Жильцы трехэтажки микрорайона Рябиновка жалуются рабочей группе Общероссийского народного фронта на экстремальные условия жизни в новых квартирах. На месте специалисты определяют все дело в инженерной ошибке при строительстве вентиляционных шахт. Они не рассчитаны для нормальной подачи свежего воздуха в квартиры жильцов. Проветриваем и тут же, получается, простужаемся. Одна комната квартиры, из-за этого еще и простужаемся. И опять вот, и не знаешь, как вот выкручиваться. Мы только и болеем. Только лечимся, болеем уже на лекарства вот эти. Вот сейчас вот опять малая заболела. Известная своими судебными исками городским чиновникам и нежеланием переезжать на окраину амичка Вера Бегун во всем обвиняет муниципалитет. Дескать, и построили микрорайон в глуши, и жилье до ума не довели. Впрочем, общественники успокаивают. После осмотра квартиры будет составлен подробный акт и направлен в мэрию. По закону, именно ее сотрудники должны предъявить претензии к качеству застройки подрядчику. Ну, это проблема этих микрорайонов. И в Рябиновке, я на Завертяева тоже снимал, 21-й Амурской, 59-69. Несмотря на то, что там лучше сделано, но тем не менее, там тоже вот эти все недочеты присутствуют. Ну, самая главная проблема в Рябиновке, вот если там всякие мелкие недоделки и недовольство людей, как бы считать, что это могут быть какие-то там качества ремонта, качества работы и так далее, то вот самая серьезная проблема, это так называемая проблема опрокидывания вентиляции. То есть из-за того, что вентиляция не работает, ну, скорее всего, это ошибка в проектировании, то из-за этого происходит, то есть накапливается влага, отсыревает, промерзает вентиляционный канал. То же самое на 21-й Амурской? И из-за этого происходит, соответственно, промерзание, появляется плесень, грибок и так далее. Заболевания легких и все остальное? Здесь все, что сопутствующее может быть, кто аллергик или асматик, сразу идет обострение, проблемы. Важным моментом что является? Первое, видимо, при проектировании не было учтено, что дом отапливается не централизованно, а именно каждая квартира за счет газа. Не были установлены приточные клапаны, чтобы обеспечить поступление воздуха в квартиры. При стеклопакетах понятно, что все глухо закрывается, все, что готовят в доме, принимают душ, люди просто находятся, дышат и так далее. То есть, соответственно, из-за этого возникает накопление влаги. И нет движения вентиляции естественной. Соответственно, это все не удаляется. Наоборот, поступает холодный воздух. Идет промерзание, намерзание и плесень, соответственно. Грибок, плесень, все остальное. Поэтому первый шаг, который уже устанавливает застройщик, в частности, управляющая компания, я так понимаю, на средства застройщика, это установка приточных клапанов. То есть, это обязательно надо сделать. Это, во-первых, здоровье, воздухообмен в квартире. А во-вторых, это и нормальная работа вентиляции. Безопасность. Как минимум, нормальная работа вентиляции. Может быть, ну, надо отдать должное, что застройщик до нашего еще визита стал устанавливать клапаны и стал, заказал автодорожному институту работу именно по решению вот этой проблемы, что нужно принять, системное какое решение проектное, чтобы устранить вот эту вот недоделку или эту проектную ошибку. Может быть, там будет принято решение принудительную вентиляцию установить, то есть, попросту говоря, вентилятор внизу и обеспечить эту тягу, или наверху, или как-то сузить канал, чтобы сочетание было диаметра и высоты этой вентиляции, ну, чтобы была тяга. Но пока это вот не будет решена эта проблема, у всех будут постоянно жалобы. Это вот самая такая системная, на мой взгляд, проблема. И ее нужно также системно решать. А почему, кстати, в нормальных домах, которые строят на продаже, просто коммерческих, ну, очень редко такое присутствие? Отработанный проект. Здесь вот как раз вопрос был, с чего начиналось это место и малоэтажное строительство. То есть, у нас вот такие малоэтажные дома, проекты не были отработаны, потому что... и плюс отопление квартир за счет газовых котлов, которые в квартирах установлены. Часто люди думают, что они экономят и не открывают окно на проветривание, ну, там, скажем, частично. Против бывают установки клапанов приточных. Это, безусловно, не нужно делать. То есть, нужно однозначно поставить клапан. Поставить обязательно. Потому что все равно... Это ваша безопасность. ...отопление на газе, квартиры намного дешевле, чем центральное. Конечно. Это надо просто погоду посчитать. Не считать там каждый месяц, а погоду все затраты. И каждая собственная квартира увидит, что он экономит серьезно. Но воздух надо обеспечивать, чтобы поступал в квартиру. Это и здоровье, это и влажностный, температурно-влажностный режим в квартире, и вот отсутствие промерзания. Ну, я думаю, мы эту проблему еще будем освещать и не раз. Как она решится, как, в общем-то, устранят. Да, мы по результатам визита официально направили в администрацию города обращение от Народного фронта, где прямо с адресами квартир изложили те вещи, которые должны быть устранены. Там где-то есть с электропроводкой проблемы. Но это уже такие частные случаи, но по ним тоже мы должны среагировать. А вот системная такая проблема, ее решение тоже должно быть какое-то проектное, такое системное, это вентиляция. Ну, я думаю, что вот когда застройщик устранит это, мы еще раз съездим, покажем это, чтобы люди отметили. Правильно? Да-да, конечно, потому что на наш визит, на наши обращения реакция есть. Более того, застройщик, управляющий компанией и до этого начали такие работы. Тут просто надо, как говорится, этот момент дальше контролировать, и чтобы действительно проблема была решена, и люди могли жить в нормальных условиях, уже комфортных. Давайте посмотрим следующий материал. Ну, это наш с вами многострадальный материал. Как мы хотели проверить, кран падает, еще один упал, и мы хотели все это дело проверить, стройки заброшены и так далее. Ну, давайте посмотрим, что получилось. И, в общем-то, будем разговаривать предметно о том, почему некоторые службы не хотят участвовать в определенных мероприятиях. Давайте посмотрим. Рейд Общенародного фронта по брошенным стройкам. Мы в своей программе рассказывали об этом объекте. Прошло полгода, ничего не изменилось. Лишь упавший забор с осадной стороны стройки заколочен наглухо. Хотя это не мешает посторонним проникать на этот заброшенный участок. По итогу сделаем какие-то предложения и, в том числе, возможно, консервация объекта. Если же мы поймем, что консервировать этот объект было значительно ранее, а у нас органы государственной власти это не делали, в том числе органы местного самоуправления, то в таком случае будем определенные рекомендации, мягко скажем, и в адрес администрации Городомска направлять Общероссийского народного фронта. Вот это основная цель нашего визита. Вот наш Ростехнадзор, вот это федеральное ведомство, которое подчиняется Кемерову. Она, я как понял, не выехала туда. Дело в том, что на наше неоднократное обращение, мы два раза официально обращались в Ростехнадзор, управление по Омской области, они отказали нам оба раза, ссылаясь формально на то, что якобы им прокуратура не согласовала внеплановую проверку. Они отказали нам в проверке, например, микровейно-академической, там кто по Красному Пути следует, вот не доезжая от телецентра, видит два крана, которые стоят достаточно близко от дороги. Очень опасно. А учитывая, да, а учитывая, что в СМИ была информация не один раз даже о том, что стройка брошена, там менялся собственник, то ли банкротство, то ли что еще будет, да, застройщик менялся, то и подрядчик, то даже была информация о том, что на стройке, условно говоря, не все в порядке с сохранностью имущества. Поэтому кто там что может вытащить у этого крана или там из-под крана, да? Самое главное, это склон, это плавающие грунты там, вечно было это. Ну, допустим, они даже все правильно установили, но если... Не эксплуатировать, если бить. Не эксплуатируется техника, подъемно-транспортное устройство, и если она должным образом не законсервирована, не заблокирована, и за этим нет догляда такого нормального, то может произойти то же, что вот уже мы не раз как бы с этим сталкивались. К сожалению. Да, к сожалению. Поэтому... И Ростехнадзор не поехал туда? Да, нам отказали, и сами они не выехали, к сожалению. Мы будем еще обращаться, видим, может быть, даже через прокуратуру уже, чтобы они их привлекли и обязали провести такую проверку. А вот то, что касается строительного надзора, это управление областное, они выехали... Архитектурный строительный надзор. Архитектурный строительный надзор, да, управление государственное, но оно как бы структура регионально-областная, они откликнулись на наше обращение и выехали вот на два объекта. Это гостиница рядом с телецентром, строящийся объект, и 12-е северное, вот о чем в сюжете показывали. Тут нет крана, но объект тоже брошен много лет. Типичная проблема этих объектов это то, что отсутствует проект консервации. Абсолютно. Вот когда нам рассказывают, что стройка ведется, и там двух рабочих показывают, которые где-то кирпичи какие-то перекладывают, это имитация. Реально стройка вот на 12-е северное уже 9 лет ведется, и как минимум года 3-4 она просто стоит брошенная. К вам только сколько жалоб поступало. Абсолютно. Ну вот сейчас вот будет весна, сейчас там не проехать. И по-прежнему там живет злая собака на территории, которую пугает местных детей, кто там подходит. Потому что ограждения у объекта где-то завалились, где-то там. Ну там фактически дыры. Поэтому мы обратили на это внимание инспектора. Он запросит все документы. Ясно, что уже отсутствует консервация объекта, при этом он реально... Ну, он типа охраняется, но мы когда там побывали, мы убедились, что вот только злая собака, пожалуй, свой долг исполняет. Который может оторваться. Свой долг исполняет, но иногда может быть с лишним усердием. Вот. А вот то, что касается телецентра, строящейся гостиницы, там, по крайней мере, охрана обеспечена. Установлены решетки на первых этажах, что ограничивает свободный доступ. Но тоже отсутствует проект консервации. Ну там сверху вот это все валится от ветра, от всего. Типичная ситуация. И вообще, вот я хотел узнать, Юрий Николаевич, это же центр города, это наше лицо. Все на Орену, Омск приезжают. Сейчас это развивается, этот район. Вот мы и к администрации города, потому что землей из-за разрешения на строительство, из-за предоставления земельных участков, администрация города отвечает. И строительный надзор должен контролировать, и соблюдение проекта, и выполнение работ, характера выполнения работ. Значит, к сожалению, должный контроль отсутствует. Только когда уже начинают жители, или журналист, или там народный фронт обращаться, тогда какая-то реакция есть. Но как минимум мы свою задачу выполнили, взбодрили застройщиков двух площадок. Точно инспектор сегодня запросит все материалы. Уже к административной ответственности привлечен застройщик гостиницы возле телецентра. Они нам ответили. И дальше они проводят проверку уже там по документам. И я думаю, что такие же меры будут приняты в отношении застройщика на 12-й северной. То есть у нас же стоит задача, условно говоря, не разорить, не отобрать что-то. Нет, ни в коем случае. У нас стоит задача застройщика исполнять свои обязанности. Это охрана объекта, если на объекте нет строительных работ, не ведутся консервации объекта. И если есть возможность все-таки закончить объекты, достроить, чтобы это был полноценный, нормальный объект в городе. Функционировал. И он функционировал. Место выгодное. Дольщики, вот, например, на 12-й северной, они подошли к нам, мы с ними общались. То есть их кормят уже несколько лет обещаниями. Движения нет. И вот наша задача, может быть, через администрацию города, через отношения, связанные с земельным участком, побудить застройщика все-таки закончить объект. И дольщиков удовлетворить, обязательства перед ними. И не подвергать людей опасности. Вот то, что я еще раз хотел спросить, а вообще кто-то изучает, это износ металла, износ конструкции. Я имею в виду, одно дело, когда поставили рамы, когда оградили, все остальное. Другое дело, когда вот эти коробки стоят, и там кто только не лазит, и снег, и ветер, и дождь. Я вас умоляю. Вот я убедился, глядя, в некоторых случаях непуганные застройщики, они так сложно, как вы, даже не рассуждают. Они даже не делают проект консервации. Ну, из экономии, понятно, потому что это затраты. Бросают объект, в лучшем случае собака охраняет, сторож. Вот, понимаете, к сожалению, вот это вот попустительство со стороны надзорных органов, со стороны органов местного самоуправления, которые вполне могли бы вот такие долгострои серьезно стимулировать за счет повышенной арендной платы за землю. А изъятие земельных участков, если объекты не строятся. Вот я про это. Изъять-то можно? В крайнем случае. Когда есть незавершенное строительство, нет. Но предъявить санкции... А сколько его можно незавершать-то? Ну, там зависит от того, на какой стадии, и зарегистрирована или нет незавершенка. Но если с той стороны умные люди, то долго могут тянуть. Но я считаю, что в администрации тоже работают не дилетанты... Да, они очень хорошо суды проигрывают, в парковых зонах отдаются. ...должны, как минимум, понимать, как они могут с этим застройщиком вести диалог. Ну, по крайней мере, когда мне приходилось сталкиваться с людьми, квалифицированными в администрации, они знали ответы на эти вопросы. Поэтому, вот, опять-таки, наша с вами задача и Народного фронта, и телепередачи привлечь к этому внимание и побудить исполнять свои обязанности. Потому что если бы все исполняли то, что должны, у нас бы этих вопросов не возникало. То есть они бы без нас уже вышли бы, проверили бы, наказали, простимулировали бы застройщика, ну, либо изъяли бы участок, если он не осваивается, либо простимулировали закончить. Там, через экономические, через штрафные механизмы. А с Ростехнадзором-то что мы будем делать? Как их заставить работать? Ну, я думаю, что если... У них начальство в Кемерово, они нашу программу не смотрят, Вот если обращение, если обращение через прокуратуру не возымеет действия, я думаю, что надо будет обращаться уже к федеральному руководству, потому что вот то, что они... Причем так серьезно, с поездкой. Потому что они федеральные, подчас им дает возможность не реагировать на местные проблемы. Абсолютно. Вот это, к сожалению, излишняя федерализация, что ли, понятно, они... Условно говоря, некая вертикаль. Федерализация неправильный термин. Вот эта вертикаль, когда они федералы, и они с местными не должны тут как-то... Они, получается, коррумпированы от местных, не зависят, но как-то так получается, что со строителями, как раз с теми, кого надо контролировать, как-то у них такие отношения, что на стройку не попадешь. Нет, понимаете, просто Омск далеко от Москвы. Безусловно, тот человек, кто в Москве руководит, он никогда не будет знать обстановку на месте. Вот раньше, в партийные времена, здесь было жестко. То есть, бюро обкома, независимо от того, федеральная структура, любая, они принимали, когда решение, и тем более, обращались к федеральному руководству, если местная... Местная всегда реагировала. То есть, я вот не помню таких случаев, чтобы было игнорирование. Поэтому я думаю, что мы попробуем сначала на местном уровне все-таки обратиться и в прокуратуру, чтобы они их каким-то образом понудили провести проверки. Потому что, не дай бог, нам иметь такие же ситуации, как была... Да, я про ту, ты хочу спросить, сколько кранов-то еще должно упасть? Да, на галерки там и так далее. Кранов наших. Сколько должно упасть, чтобы это все закончилось? Хотя это все обычные должностные обязанности, которые люди каждый день должны исполнять. Ну, я думаю, мы к этому еще вернемся. И не раз у нас время программы на сегодня ограничено. Я хочу поблагодарить Юрия Николаевича Федотова за участие в нашей программе, эксперта нашего, депутата городского совета, человека, который занимается проблемами города. И, в общем-то, мы очень часто решаем эти самые проблемы. Но бывает очень тяжело. Я вот думаю, что мы не быстро будем бороться с этими самыми федеральными ведомствами. К сожалению, но будем прилагать для этого усилия. А на этом сегодня программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. К нам обратились жильцы дома по улице Свободы, 45, с просьбой помочь найти управу на тех, кто виноват в вандальном состоянии лифтов в их доме. Лифт – это общее имущество всех жильцов многоквартирного дома. Понятно, что кроме хорошего технического состояния важно поддерживать в нем элементарный порядок. Странные события происходят в некоторых домах, где управляющие компании заключили договор на размещение рекламы в лифтах с тюменской компанией. Загнутые рамы, ободранный пластик – это еще самое безобидное, что можно встретить в некоторых лифтах. Здесь, в этом доме, сорвано вообще все. Остались только огромные дыры на панели лифта. И это при том, что компания заявляет размещение в этом доме в своей адресной программе. Затем, чтобы все содержать в нормальном состоянии, никто и не следит. Понятно, что это дополнительные расходы на персонал для компании, дела у которой и так, мягко говоря, идут не блестяще. В абсолютном большинстве случаев договор тюменская компания AMD Group, бывшее Уралосибирское рекламное агентство, заключала с управляющими компаниями, некоторые из которых уже и не знают, как получить деньги за аренду рекламного места и как отчитаться перед жильцами. Терпение самых солидных управляющих компаний лопнуло, и они заключили договоры с другой, омской компанией Intermedia, на условиях предоплаты и подали на тюменцев в суд. Как будут отчитываться перед жильцами другие управляющие компании и что за причины находятся для того, чтобы не расторгать договор, а выпрашивать свои же деньги, непонятно. Управдом решил разобраться в этой ситуации. Подробности в одной из наших ближайших программ. Редактор субтитров А.Семкин